Если хотите, давайте мы начнем опрос с меня, я все поясню. Евгений Амеличкин и не подозревал, что за свое неравнодушие окажется на скамье подсудимых. На мужчину завели уголовное дело за оскорбление представителя власти. Конфликт произошел летом прошлого года. Мужчина заступился за соседку, у которой приставы изымали машину. Во-первых, я вышел, когда увидел, что соседка моя вся в слезах. Он был в форме на одежде, я подошел спросить, что вообще произошло. Ну, был послан на три буквы. Я удивился, человек в форме. Я говорю, вы вообще предоставьте свое удостоверение, что вы действительно судебный пристав. Я вижу, что человек в слезах, вы представьте, что вы действительно являетесь сотрудником. Он сказал, я тебе не обязан ничего предъявлять. Удостоверение Евгений так и не увидел. Сегодня на заседании пристав высказался против видеосъемки, заявив, что тактика и методика его работы не для общего пользования и ушей. Виктория Петрова проходит по этому делу как свидетель. Именно ее машину хотели изъять приставы. Женщина одна воспитывает ребенка и выплачивает долг умершей мамы. По ее словам, с каждой зарплаты с нее удерживали 50%. Просрочек не было. И эта женщина может подтвердить выписками с карты. 50% на его доходы их не устраивает. Что они хотят арестовать мой автомобиль, хотя сумма долга уже была небольшая. То есть я выплачивала. Более того, что я была с приставом всегда на связи. То есть я не скрывалась, автомобиль свой не скрывала. То есть Евгений вышел на помощь, так сказать, женщине, которая в принципе не знала, что делать в этой ситуации, как себя вести. Жильцы дома вызвали полицию. Отстоять машину все же удалось. Эта история разлетелась в СМИ. В комментариях люди отмечают, что Евгений хотя бы не прошел мимо и проявил гражданскую позицию. Мужчина говорит, что не оскорблял пристава, так как сам 20 лет работал в органах и понимает, что за это грозит. Но Гончаров заявляет, что Евгений унижал и оскорблял его, отчего ему горько и противно. Пристав даже плохо себя чувствовал и долго переживал. Кроме того, Гончаров требует возместить моральный ущерб за нравственные страдания в размере 20 тысяч. В деле есть еще один нюанс. Один из приставов на предварительном следствии дал показания, что он слышал, как Амеличкин якобы оскорблял Гончарова. А на очной ставке этот свидетель уже говорит, что знает об оскорблении только со слов самого Гончарова. Все эти показания приобщены к материалам дела. Также Евгений утверждает, что пристав его ударил по руке, когда подсудимый закурил. Если я действительно что-то нарушил, значит он должен вызвать полицию, чтобы составили протокол, что в общественном месте его здесь курят. Как он поясняет, с его слов опять же, что он просто вытащил и выкинул эту сигарету. Хотя было по-другому. Он нанес удар по руке, когда рука была возле лица. Написал заявление я, написал он, написала Петрова. По нашим заявлениям были отказные материалы сделаны. А вот по его заявлению почему-то приняли такое решение. Добавим, что следующее заседание по делу назначено на 26 января. Телеканал «Толк» будет следить за этой историей. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.